Там был герой Гильгамеш, у него был брат Энкиду, которого боги послали, чтобы усмирить его гордыню, по-моему. То есть он был вообще, ну, чрезвычайно гордый, там считал себя равным богам, чуть ли не круче. И ему послали вот его брата, который равный по силам. Потом у них что-то там приключилось, кто-то из них умер, наверное, Энкиду. И тот куда-то там путешествовал, чтобы в поисках вечной жизни, что ли, то есть там какая-то очень долгая, красивая история. Что было встретить, да? Ну, в общем, там что-то у них с этим вышло, ну, в общем, она такая долгая, навороченная. Она отправилась в этим. Плач Гильгамеша, то есть. В Гильгамеша. Ну, он куда-то... Это чья шумерская, а кто такие шумеры? И эти легенды, они потом были переосмыслены в Библии, то есть в Библии сюжет о потопе. Есть предыстория, которая вот шумерский вот миф, он древнеет. Ну, по крайней мере, ортодоксальные историки так считают. Ортодоксальные историки? Да. Какого народа? Ну, как же не знают национальности. Где жили эти самые шумеры? Я вот тоже живу. Современно, когда разные народы свою историю пишут. А шумеры они где жили? Это что-то я знаю. Ну-ка, ну-ка. Где жили? Я изучала древнюю историю. Это времена... Так, расскажи. Ну-ка, давай про шумеров. Протемненных. Протемненных. Шумеры. Ну, захоронения они найдены еще вообще очень давно. Я не помню сколько-то тысяч до нашей эры. Это как раз где Израиль, до Израиля. Еще государства Израиля не было. Вот, там были шумерские поселения. Как раз-таки, вот где... Скажи, Егор. Двуречья. Двуречья, да. Вот ведь все знают. Вот, ну, и у них очень много они в земле. То есть у них даже дома были как бы в земле зарыты. Хоббиты типа. А? Хоббиты. Да, это они, да. Ну, если так, по современному, ну да. У них очень необычная была цивилизация высокоразвитая. Шумерская. Математика была крутая. Они использовали всякие дроби. Шестистеричную систему числей они использовали. Клинопись. Поклонялись... Ну, там не только шумеры. Там еще были аккадские племена. Потом дальше там Вавилонское царство стало. И они отличались поклонением светилам. То есть они любили астрономию. Ну, тогда астрономию имел астрологию скорее. То есть поклонялись разным звездам. Там у них там были боги, соответствующие разным звездам, разным числам. То есть у них там везде они видели разных богов. Вот и любили всякое это, ну, там, осмыслять. И в эпосе, и в религии. В общем, тоже бешеные эзотерики. Науки, да. Были бешеные эзотерики наглухо вообще. Наглухо бешеные. Я думаю, откуда ты такой вышел? Науки вроде... А потом как у них их деградировали? У них культура, она отчасти была евреями, отчасти в Египте ассимилировалась. То есть они были современниками Египта и даже немножко раньше существовали. Вообще культура загадочной, откуда они возникли, да еще такие высокоразвитые, это толком непонятно. Например, в выгребных ямах древнего Багдада были найдены электрические батарейки. То есть вначале вообще никто там копался. Потом выяснилось, что это электрические батарейки. Много тысяч лет. А батарейки зачем? Чтобы разлагать или наоборот электричество вырабатывать? Ну, вырабатывать. То есть это как аккумулятор. В выгребных ямах затерянут. Да, наука не может это объяснить толком. Вот это кроток, кстати. Да, как аккуратно исторически. Ну да, это же там соли всякие, оно как электролит может работать. Если соединить параллельно несколько ям, так можно электричество вырабатывать. А кстати, вот эти древние нации майя, они же, по-моему, тоже были. Или еще древнее, по-моему. Нет, они моложе, но они загадочны тем, что они не похожи на других. То есть там своя математика, своя система письменности, кипы. Кипы и Квинков там была. Ну не важно. Короче, толком неразгаданная цивилизация, и они куда-то делись непонятно куда и почему. То есть резко куда-то там. Есть версия, что они все параллельно миру. Атлантида не была. Ну конечно параллельно миру, что вы сомневаетесь, я вообще безнадежна. Атлантида это была, скорее всего, первоисточник. То есть Апланта это была чемпортная раса. Ну человеческая раса. Ну человеческая раса, что мы еще живем. Пятая раса, белая раса, ну то есть основная. А Апланта или красная раса, они перед нами были. И они потом в Египет часть уцелевших. Давайте про инопланетян уже честно. А теперь про зеленых человечков. Следующий этап. Может быть параллельно миру. Атлантида это вообще, которые прилетели. У меня было бы что-то про сотворение мира в Звездном Храме. Расскажите. Ну-ка давай, давай, гони уже на полную. Всего 4 минуты, еще давай. Это объясняет все, почему в Библии написано, что мир был сотворен там, ну сколько это, тысяч лет назад. Понимаете, это надо так. Наши предки формулировали, что от сотворения мира в Звездном Храме. Имелось в виду, что наши предки, это славяна Арии, заключили мир с царством Великого Дракона, то есть предками китайцев. И укавечили это вот в истории. То есть была долгая война, наши предки победили и сотворили мир. То есть сотворили мир, это означает не то, что создали все подряд, а значит, что договорились о перемирии. А, вот в каком значении. Вот в каком значении войны. А когда был мир создан, ну есть разные самые версии. То есть есть версия, которую религии многие поддерживают, что мир был сотворен творцом, богом, да? Причем, если это так, и ясно, что он не один это творил, а у него целый коллектив с автором был. То есть архангелы, другие боги, какие-то еще загадочные существа, о которых мы не знаем. Целовек, загадочные. Это концепции. А концепции все нужно отбросить. То есть все концепции, они заслоняют истину. А какая истина там? А она где-то рядом. Классно! Не определил. Я где-то рядом. Истина обычно где-то в середине. Мне так это понравилось. А я где-то рядом посижу. А вы там деритесь, а я тут посижу. А ты зеленый, а тебе белый с красным трюкоркой перережут, а я тут тихонечко посажу пшеничку. Я не считаю себя такого духовного уровня высокого достиг, чтобы я имел какие-то основания считать, что вот так, а ну иначе. Мне нравится это. Поэтому я придерживаюсь того, что я не знаю. Версии обе красивые. Так никто ничего не знает. А здесь еще версия, ну известная, научная, да, что мир якобы там в результате большого взрыва. Сколько-то там миллиардов или там... Ну это вообще, мне кажется, смешная версия, да. Что-то взорвалось. Ну по сути дела, это они взяли ту же самую гипотезу, ну христианскую, библейскую, только переосмыслили, отнесли куда подальше и назвали это все большим взрывом. Потому что возникают вопросы, а что было перед большим взрывом, а что оно все рвомыло там, да. А что кто-то взорвалось. А что взорвалось. Да, кто взорвал там. Короче, это была ядерная война и все взорвалось. Нет, ну там дальше звонятся. Там сначала все это бесконечно расширяется, а потом все это бесконечно сужается. Астрономы любители. Астрономы. Я думаю, что процесс зациклен.